Сейчас мы акулы здесь приветствуем. Оксану Пачепу, привет! Здравствуйте, здравствуйте, привет! Доброе утро! Кстати, в образе медсестры очень даже ты ничего... Если бы не музыка, я думаю, что я служила бы нашей отечественной медицине. А вообще к врачу участвовать, если что-то заболело сразу или нет? Или к самолечению? Я сумасшедший человек, я помешана совершенно на здоровье. У меня огромное количество врачей, с которыми я консультируюсь, прежде чем вообще принять решение. У меня огромные аптечки дома. Моя домработница постоянно умоляет. Пожалуйста, скажите, Оксане, чтобы она ничего отсюда вообще не кушала и ничего не употребляет. Что она будет делать, когда ей будет 60? Ну, ей же невдомек, что все это просто на какой-то черный случай. Ну, мало ли что. Ну, а с другой стороны, артист — это человек, который должен в любой момент привести себе мгновенно в форму. Себя и всех остальных. Если концерт, если съемки. Хорошо. Какой препарат принимала перед тем, как прийти к нам в эфир? Чай-пуэр. Потому что спали 3 часа, все как всегда. Волновалась, наверное, да? У нас же эксклюзивная премьера сейчас будет. Да, конечно. Более того, мы сегодня презентуем абсолютно везде, где только можем нашу новую песню. Песня называется «Мелодрама». Очень красивая. Я ее уже пару раз спела на сцене и видела, как люди в одном городе очень громко пели, а во втором городе просто взорвались от бури эмоций. Я думала уже даже на самом деле, что сзади меня уже клип просто поставили. Но у нас его еще не было готово на тот момент. И вот он прямо сейчас. Внимание, эксклюзивная премьера на Live News. Мы смотрим клип на песню «Мелодрама». О, будто бы ясно, красивый про любовь. Мне послан был с небес ангел и лепест. Я и так его ждала и больше, чем могла. Ему и отдала море своего тепла. Но он не говорит, что у него внутри. Ни слова одного о его любви. Мама, вчера на больших экранах. Красивая мелодрама. И мы с ним играли пару счастливую. Мама, мне этого было мало. А ты наперед сознанка. Закончился мелодрама. Красивая. Он не поздно был судьбой. Мой бог и мой герой. Его мы с головой. Он нарушил мой покой. Порвался в мою жизнь. Ты за меня держись. Сказал мне, и душа полетела за ним. Бысь. Но обожгли лучи. И мы теперь ничьи. Я не смогла к нему подобрать ключи. Мама, вчера на больших экранах. Красивая мелодрама. И мы с ним играли пару счастливую. Мама, мне этого было мама. А ты наперед сознанка. Закончится мелодрама. Красивая. 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 Мама, вчера на больших экранах. Красивая мелодрама. И мы с ним играли пару счастливую. Мама, мне этого было мама. Эта была, друзья, эксклюзивная премьера «Окульты». Наконец-таки стартовал наш хит. Целую мелодраму сейчас посмотрели в эфире. Слушайте, это можно считать громким возвращением звезды 2000-х. Мы никуда и не уходили, не попадали никогда. А ты вообще общаешься с такими певицами, как Саша Зверева, к примеру? Или с Сергеем Жуковым, который повлиял и сыграл огромную роль вообще. Конечно, конечно, дружим. Саша уже третьим беременным, мы все очень радуемся и сливимся за нее. Молодец, успевает все, красотка. Но, наверное, все-таки ей пришлось сделать выбор между карьерой и детородством. У меня еще пока участи этой пока еще не наступило. Но я думаю, что каждая женщина об этом мечтает, думает, хочет. И главное, чтобы был достойный папа детей. Мелодрама целая. Да, я тоже так посмотрели сейчас. Оксана. Ну, вы же женат уже. Хоть смотри на нас, хоть не смотри. Вы поясняли, да, перед эфиром? Нет. Вы поясняли, да. Оксана, такой вопрос. Женская интуиция. Почему не самостоятельно главную роль-то в мелодраме сыграли? Ну, я это называю поющей головой. Рот открывала, по крайней мере. Ну, нет, на самом деле, если... Ну, кроме шуток, это целая история. Я думаю, что нам не хватит эфира, чтобы рассказать. У нас по сюжету клипа это парень и девушка, которые в друга влюблены, а парень пожертвовал своим органом, потому что у девушки рак. Ну, там целая история очень большая. Более того, это кадры из фильма, которого еще нет на экране. А, вот оно что. Теперь все ясно.